О приеме в Казанский федеральный университет в 2020 году в прямом эфире телеканала Универ ТВ поговорили директор высшей школы журналистики и медиа коммуникации Леонид Толчинский и ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Они обсудили дистанционные вступительные испытания, электронную подачу документов и, конечно, сроки приемной кампании. Приемная кампания в КФУ стартует завтра, 20 июня, с 8 утра. И особенность ее заключается в том, что она пройдет полностью в дистанционном формате. То есть абитуриенты смогут подавать свои документы и заявления о приеме, зарегистрировавшись у нас на сайте в Казанском федеральном университете. После регистрации у них формируется личный кабинет, через который они смогут подавать дистанционно-электронные копии своих документов. Вступительные испытания в этом году пройдут позже. Они перенесены на август. Это связано с тем, что сейчас, подавая документы в КФУ, абитуриенты не имеют на руках результатов ЕГЭ. Экзамены, которые они будут сдавать, они выбирали еще зимой. Следовательно, они уже определились с направлениями, куда они хотят поступать. Таким образом, они могут подать сейчас заявление на те направления, в соответствии с которыми у них выбраны предметы сдачи единого государственного экзамена. А по закону Российской Федерации они могут подать в пять вузов на три направления в каждой. Я думаю, что они воспользуются этим правом. При этом перечень документов, которые необходимо сдать для поступления, не изменился. Прежде всего, это электронная копия паспорта, электронная копия документа о среднем образовании, если он поступает на программу бокового ряда или специалитета, приложение к нему. Ну и если речь идет о льготных основаниях, документы, подтверждающие право на льготу, там, идуалидность, или, скажем, он какие-то имеет индивидуальные достижения, призер или победитель соответствующего уровня Олимпиады, он должен будет в электронном форме прикрепить в своем личном кабинете документы, подтверждающие его статус. Особенно популярным оказался вопрос о том, начнется ли учебный год с первого сентября. Секретарь приемной комиссии подтвердил, что эта дата не будет сдвинута, потому что к концу августа все студенты уже будут зачислены в университет. Весь бюджетный прием мы завершим 26 числа. 31 августа будет зачисление бюджетников на заочную форму обучения, 31 августа я имею в виду, на заочную форму обучения Бакомавриат и магистратуру, как очную, так и заочную, это на бюджет. А также 31 числа выйдет контрактный приказ на зачисление на контрактную форму обучения. Трансляция стрима прошла на нескольких онлайн-площадках. Запись программы доступна на сайте телеканала Универ ТВ и нашем ютуб-канале. Повтор стрима смотрите в субботу на телеканале Универ ТВ. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс.